Талмуд Нашей головы Сегодняшний урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер И Йента Блюма Бат Пинхас Находимся мы с вами На листе 28 Первой страницы И сегодня мы хотим Перевернуть эту страницу Дав Каф Хэт Амуд Алиф Легко запомнить Дав Каф Хэт Каф Хэт это Кох Сила Чтобы Всевышний нам помог изучать Гемару Прошлый урок мы с вами закончили На том что Мудрецы толковали Стих из пророка Цифания Цифания один из малых пророков В самом конце Той книги которая называется Пророчество Пророки Стих Он был применительно Растолкован к нашей теме А именно мы говорили на тему молитвы Муссав И было так сказано Что Придет беда Если Не произносить молитву Вовремя В данном случае Молитву Муссав Стих Более общий Там сказано о том Кто нарушает Сейчас мы снова к нему придем Тот кто нарушает Сроки праздников В Иерусалиме Вот На них И за них придет Беда Так через пророка Цифанию Передает всевышний еврейскому народу Так вот мы говорили в прошлый раз На тему Муссав Сейчас будет сказано На тему другой молитвы Шахрит К тому же поводу Потому что Стих трактуется Примерно так же Но с другими Объяснениями А потом мы снова вернемся К нашей теме Молитва Муссав И до С Божьей помощью Дойдем до Конца гемары На первую мишну Для того чтобы В следующем уроке Проходить уже вторую мишну Не менее интересную Итак Начинаем читать Ама Раби Элазар Сказал Раби Элазар Я сначала прочитаю Его слова Что он сказал Это к началу А потом переведу Любой человек Каждый Кто молится Утреннюю молитву Шахрит После четырех часов А мы помним Что по Раби Элазар Молитва Шахрит Можно начинать И молиться Только В первую треть Дня В первую часть Светлой части В первую часть Светлой части суток До четырех часов Весь день Мы разбиваем На двенадцать часов Мудрецы сказали До полудня Но вот Раби Элазар Сказал Только До окончания Четвертого часа И любой Кто молится Эту молитву Произносит эту молитву Шахрит После этого времени Начинает Ее произносить После четырех часов Для Раби Игуда По мнению Раби Игуда Аллах Гакатов Омер А именно О нем Говорит Данный стих Надо так полагать Что не только Именно о нем Стих Он более широкий Он говорит О многих вещах Но вот о нем Из тех Кто запаздывает С молитвами Вот о нем Кто запаздывал С молитвой Шахрит Этот стих Уж точно Говорит Цифания Третья глава Восемнадцатый стих Там так сказано Нугей Мемуэд Асавти Мемех Айю Нугей Мемуэд Нугей В данном случае Это множественное число Так сказано Мемуэд Грустящих По поводу Срока В данном случае Муэд Муэд Это Срок Праздник Или например Время молитвы Так тоже можно объяснить Асавти Я собрал И это будет горе Потому что я собрал Здесь тех людей Которые сейчас я накажу Мемех Айю Они из твоей среды были Это были евреи Знай об этом И на них позор Иерусалима Почему? Потому что они не молились В общем случае Не проводили праздники Вообще не приходили в Иерусалим Иерусалимцы не приходили в храм И так далее Поэтому сейчас будет несчастье Так сказано У пророка Цифания В данном случае Грустящие Это люди Наказанные По поводу срока Потому что они Опоздали с молитвой Раньше мы говорили Что так толковал Этот стих Раби Ашуа бен Леви Считая Что здесь говорится О человеке Который опоздал И не произнес Во время молитвы Мусов Он ее проносил Уже больше После окончания Седьмого часа После семи часов Потому что По рабе Иуде Нужно молитву Мусов Произносить В первые семь часов Но не позже По мудрецам И дальше Это мусов Так молитва Которая не Минха Та молитва Которая Произносится нами Сразу после Шахрита Так мы говорили На прошлом уроке А вот Раби Аль-Азар В отличие от Раби Ашуа бен Леви Считает Что этот стих Можно так же Трактовать Как говорящий О людях Которые опоздали С молитвой Шахрит Правда Раби Аль-Азар Трактует Слово Грустящие Нугай Не как беда Наказание Ну и хоть Такой тяжелый случай А как Огорчение Переживание Так он Объясняет это И у него есть обоснование Смотрите Маймашма Дэгай Нугэй Лишна Дэцара Гу Маймашма Откуда знаем Откуда Откуда мы можем решить Дэгай Что вот эти Нугэй Слово Нугэй Сейчас мы переводим Как грустящие Лишна Дэцара Лишна Язык Что Это означает Дэцара Цар По-еврейски Цар На арамейском языке Цара Что Вот эти Нугэй Это не что иное Как те Грустящие Означают Огорченные Переживающиеся Общее слово Туга Того же корня Это Печаль Страдание Страдание Именно такого Не физического характера А переживательского Вот у кого Кто-то заболел В семье Вот он находится В этом состоянии Печаль Откуда мы это знаем Параби Ашоа Бен Леви Речь идет Именно о беде Шевер Это и современное Слово тоже Беда Такой большой Несчастье И это Параби Ашоа Бен Леви А Параби Лазар О страдании Цар И Считается Это Отмечено В комментариях Что беда Вообще страшнее Чем страдание То есть Мы сейчас Говорим Про иврит Святой язык В нем Это так По русски Мы можем Только Проводить аналоги Примеры Приводить Сравнительные А здесь Совершенно точно Беда Шевер Намного страшнее Чем цар Исходя Из этого Можем так сказать Ну и в чем Разница между Налитвой Мусов И Минха Раби Ашоа Бен Леви Скал про Мусов Беда Кто опоздал А Раби Лазар Говорит Про Он говорит Про Шахрит Про Шахрит Он говорит А раз так То Почему Здесь Серьезная Весть Шевер А там А там Срадание Цар И объясняет Дело в том Что если Ты пропустил Шахрит У тебя есть Возможность Его восполнить А именно Как Ты во время Минхи Скажешь Минха А потом Шахрит Да Так мы Учили Называется Восполнение Ашламма А вот Мусов Для Мусов Таких вещей Нет И поэтому Упущенная Молитва Мусов Она просто Считается Более Серьезной Вещей Еще не Зать Что сейчас Я не помолюсь Молитва Мусов Сейчас придет Несчастье Не дай Бог Но если Мы скажем Что не Будет Не придет Несчастье От того Что я не Помолюсь Молитву Мусов Задон Нарошно То С таких Отвещений Накапливаются Эти Несчастья Несчастье О людях Моя душа Моя душа Несчастье Такое слово Бетулей Горько Развитие Развитие Пиркей Заболел О том Что Поскольку Это Раф Шиват Пумпедита Так скажем Самая крупнейшая Академия Того времени Вавилонии И Может по величине Сравниться Только Выше Не выше А на ее уровне Были В Сури И В Радине В Радине Извините Не хочу Провать аналогии Русские С России В общем Это Вавилония Сури Воложин Хотел сказать Почему досекся Ну сейчас возьму И скажу Воложин Была крупнейшая Всех времен И народов И не пришел На урок Рава Йосефа Он Давал Урок Драша Называется Это была Субботняя Драша Обязательная И весь город Приходил И молился Он давал В доме Учения Бейта Медраш Медраша И Давал Он Драшу Между молитвами Как так Принято И в многих местах И сейчас Так принято Между Субботними молитвами Шахрит И Мусов И Эти молитвы Произносились В Бэткнессет В синагоге А сюда Приходили Или к нему Приходили домой Приходили люди Слушать урок А после Этого урока Все возвращались В городскую синагогу В этот Бэткнессет На Мусов И вот Раф Ахе Заболел И не пришел На этот урок Лемахар Ки Ата Лемахар На завтра Ки Ата Когда он пришел Тут Алиф Тав Алиф Заметили Ата Пришел Это не Алиф Тав Эй Ты Это Пришел Когда Раф Ави Пришел В дом Учения В данном случае Ба Абая Ля Анухе Де Аты Де Раф Йосеф Ба Захотел Абая Один Самый Больших Ученых Из Учеников Раф Йосефа Захотел Абая Ля Анухе Де Ля Них Де То На еврите Успокоить Раф Йосеф Де Раф Йосеф Успокоить Раф Йосеф Который Обратил Наверное Внимание О том Что его Любимый Ученик Раф Ави Не Был На уроке Знать Что Когда мы Не приходим На урок Что Многие Учителя Огорчаются Ему Нужно Было Успокоить Но Абая Это Не мог Сделать Без Вопроса К Раф Ави Почему Потому что Нужно Спросить Где Ты Был Не Потому что Ему Интересно Не Дай Бог Спрашивать Проявлять Любопытство А нужно Просто Показать Узнать Правду Прийти К Раву Искать Раф Все В Порядке Была Уважительная Причина У Рава Ави Он Ба Абай Ля Анухи Да Те Да Раф Йосеф Он Захотел Успокоить И Амар Сказал Ему То есть Абай Сказал Ему Кому Раву Ави Сейчас Он будет Назвать Господином Мар Не в первом Не в втором Лице Ты Почему Господин Не пришел Потом Во время Разговора Они иногда Будут с этого Высокого Стиля Опускаться На первое Лицо И Говорит Ты Это Красивое Красивое Обозначение Красивое Разговор Обозначение Красивое Обращение Одному Дальше К другому Амар Май Тама Ло Атамар Ле Фирка Матама Какая Причина Какое Объяснение Тому Ло Атамар Ле Фирка Ло Ата Что Не пришел Господин На урок Амар Сейчас Ему Раф Ави Отвечает Дагава Халиш Либай Вело Мацина Все Арамит Дагава Потому что Был Халиш Аслаб Заболела Либай Мое сердце Вело Мацина Это называется Я Ослабел Очень Интересное Выражение Ослабел Сердце В современном Иврите Высоком Это означает Я был Голоден Был мне Тяжело Плохо Мое сердце Ослабело Я не смог Прийти Но иврите Так и говорят Помочь другому Человеку Накормить его Поддержать его Его сердце Поддержать Помочь его сердце Вот почему Я не пришел Голодный был Такое случается Бывает Это большие раввины Он не первый раз Молится со всеми Но в этот раз Так получилось Наверное Что-то Была Какая-то Физиологическая Причина Тому Что он Такой Простой Голод После шахрита Прогладался Еще так Что не мог Прийти на урок Амар Скал ему Абай Амай Ло Те Амт Миди В Атит Амай Почему Ло Те Амт Почему Ты Не Не Попробовал Не Поел Видите Тут Не Написано Про Мара Почему Что Не Поел Миди Хочешь Что-нибудь Вы Атит И И Пришел Почему Ты Не Поел И Пришел Почему Ты Не Сделал Все Это Место Что Ты Не Мог Поесть Чтобы Прийти Амар Ло Искал Ему Раф Абья И Теперь Он Будет Называть После Этой Фраза Ты Он Тоже Скажет Мар Смотрите Что Разве Господин То есть Ты Абая Разве Господин Ло Савар Ла Ты Не Читаешь Ее Этот Закон Мар Не Ты А Господин Мар Лега Дарав Гуна Ты Не Ты Не Полагаешь Как Рав Гуна Ты Не Согласен С Рав Гуной Сейчас Придет Закон Который Скал Рав Гуна Драма Рав Гуна Ведь Сказал Рав Гуна Такую Фразу Сказал Асур Ла Адам Шит Ом Клюм Кодам Шит Палэль Тфилат А Муса Фин Такое Правило Асур Ла Запрещается Ему Ла Адам Человеку Шит Ом Есть Чтобы Он Поел Запрещается Ему Чтобы Он Поел Называется Запрещается Есть Клюм Ничего Нельзя Есть Кодам Раньше Ше Кодам Ше Это Раньше Кодам Ше Етполэль Прежде чем Он Будет Молиться Тфилат Мусафин Запрещено Человеку Есть Хоть Что Небудь Прежде Чем Он Принесет Молитву Мусов После Шахарда Так Скал Рав Гуна А Прийти Внимание Что Написано Лит Ом Не Написано Лейхоль Кушать Так Мы Тут Некоторые Вещи Можно Выучить Из этого Сейчас Мы Посмотрим Из-за того Что Лит Ом Можно Кое Что Выучить То есть Урок Был Перед Молитвой Мусаф Поэтому Я Ничего Не Поел И Не Пришел На Урок Почему Потому Что Рав Гуна Сказал Что Нельзя Есть Перед Мус Так Объяснил Рав Ави Амар Сказал Муамбай Очень Интересная Фраза Смотрите Ибает Лей Лимар Надо Было Бы Ему Господину То есть Тебе Лец Луи Целота Де Мусафин Баяхит Это Называется Надо Было Бы Господину Лимар Лец Луи Целота Помолиться Молитву Де Мусафин Мусов Баяхит Одному Не надо Ждать Всех Вот Шахрит Закончился Все Пошли Слушать Дарашум Потом После урока Они вернулись Молились Мусов Надо было Тебе Мусов Помолиться Здесь И тогда Ты мог бы Поесть И еще Успел Быть На урок Так Он Сказал Без Общины Взял Бля Помолился Не сказано Где все Происходило Что Что Ты Ушел Нужно Было Пойти В синагоге Домой Помолиться Или В синагоге Сейчас Мы увидим Влитом Миди Улеметти И Поесть Что-нибудь И Прийти Надо было Тебе Помолиться Одному Поесть Хоть Что-нибудь Улитом Миди Хоть Что-нибудь Улеметти И Прийти Я написал Что Если Нужно Было Молиться И Как Написали В Комментариях Мусов И Надо было И Поесть Надо было Достаточно Быстро Чтобы До урока Все Успеть И Прийти На урок Амарла И Выслушав Это Предложение Раф Амья Сказан Вло Саварла Мар Легай Де Амар Раби Йоханан И Что Господин Не считает Как Постановил Как Сказал Де Амар Раби Йоханан Он Тоже Тоже Нам Нам Дал Правила Тоже Нам Дал Закон Какой Закон Асурло Ля Адам Шеягдим Тфилатоли Тфилат А Цибур Запрещается Человеку Что Запрещается Запрещается Человеку Шеягдим Тфилато Поставить Раньше Его молитву Раньше Чем Молитва Общины Цибур Шеягдим Тфилато Ля Тфилата Цибур Запрещено Человеку Молиться Раньше Чем Молиться Община Они Мог Это Сделать Был Шахрет Мы Помолились И Все Пошли К Крав Йосефу Крав Йосефу Я не мог Там Помолиться Чтобы Поесть Потому что Не помолившись Я не могу Поесть Потому что Равуна Запретил А помолиться Я не могу Почему Потому что Запретил Раби Йоханан Они так получили От своих Мудрецов Поэтому Мне ничего Не осталось Сделать Как Не молиться Я не поел И это Стало Причинами Его отсутствия На уроке Не больше Не меньше Увлекательная История Нет На это ему Аббай Сказал Амарлай Аббай Амарлай Так написано Амарлай Лав Итмар Алла Лав Не Итмар Сказано Алла Разве не Об этом Сказано Сейчас Придет Закон Приведет Очень интересно О запрете Молиться Раньше Общины Есть такой Запрет Молиться Так сказал Сейчас только Мы выучили Рабь Йоханан Так он сказал Но разве Не об этом Сказано Амар Лав Итмар Алла Не об этом Или законе Сказано Амар Прямо Такое Всказывание Понимаете Мы уже Проходили Будет сам закон И обязательно С именем Кто его Произнес Сначала Идет имя Амар Раби Аба Брецебур Шану Это мы Учили Это учили Про общину Когда ты Находишься В общине Ты не можешь Молиться Раньше Чем молиться Это община В частности Находясь В том же месте В синагоге Или вообще Просто в синагоге В синагоге Это менять Адинут И сейчас Придет Миньен Если ты В синагоге Сначала Общее правило Где находится Миньен Ты не можешь Молиться Раньше Остальных Подожди Немного Есть два Объяснения Их много Первое Рабейн и Йона И второе Мишна Брура Рабейн и Йона Жил давно Относительно Это Южная Франция Времена Рамбана До Южного Брата Рамбана А Мишна Брура Это наше Время Это Ховицхайм Сто лет Назад И поэтому Обычно Приводят Рабейн и Йона А потом Мишну Бруру А я вот сейчас Наоборот Приведу Сначала Мишна Бруру Общее Положение А потом Рабейн и Йона Смотрите Мишна Брура Объясняет Почему Сказано было Сказано Рабе А мы это Учили про Общину Что нельзя Молиться Раньше Общины Кто молится Не дожидаясь Общей Молитвы Общей Со всей Общиной Тот Неуважительно Относится К общине Проявляет Просто Очевидное Пренебрежение Ею Поэтому Запрещается Это общие Правила Мишна Брура А другое Объяснение Рабейн и Йона Так сказал И Мишна Брура Хофисхайм Знал об этом Объяснение Кстати Дополнил Другое Объяснение Такое Дело в том Что когда Молится Человек На небе Принимает Эту молитву Мы и молимся Что нашу Молитву Приняли Правильно Наши Просьбы Наши Мироощущения Почитания Признания Всевышнего Творцом Этого мира И тем Кто Управляет Всем этим миром Он Малах Он для нас Он для нас Царь В данном случае Не только Высшее существо Малах Это Ангел Но он еще И управляется Всем этим миром И просьбу Мы ему говорим И благодарность И мы хотим Чтобы это было принято Мы хотим Чтобы это было услышано Так вот Вот для неба Так такое Выражение Есть Молитва Более желанна Когда она Произносится Общиной А не Одиничным Молящимся Человеком Такое правило Но если человек Тем не менее Видит Что община Опаздывает С молитвой И время Уходит То он может Молиться один Так сказал Рабейна Юна Вот два объяснения Я их в таком порядке Рассказал Так или иначе Если ты в синагоге Где находится Где есть миньян Ты не можешь молиться Раньше Остальных людей Но если ты дома Пишут Комментаторы Ты можешь Молиться Один Без общины Которая Молится в синагоге Только нужно Совместить Это время С молитвой С молитвой В синагоге Зачините Такое положение В нашем случае Община Оставилась Синагогу После молитвы Шахрид Помолились Шахрид И пошли На урок К Раву Йосефу И он остался Один Без общины Где? В синагоге После молитвы Шахрид Пошли все В дом Учения Слушать урок Рава Йосефа Перед молитвой Мусов Ты мог Принести Мусов В одиночестве Поесть И пойти на урок Или же Ты мог Пойти домой Помолиться Так тоже Есть объяснение И пойти на урок Это ты мог Сделать Несмотря на то Что ты сказал Сейчас только Привел Закон Положение Раби Йоханана Что нельзя Молиться До общины Нужно молиться С общиной Ну так ты Это мог сделать Как? В одиночестве Не больше Не меньше Что В одиночестве Ты можешь сделать Нету Меня Здесь нету Нет людей Объяснение Нет запрета Молиться Одному Одному человеку Нет запрета Молиться В одиночестве Раньше Чем молиться Община Тем не менее Это очень важный момент Шурханарух Даже тот Кто молится В одиночку Стоит Подождать Времени Когда в синагоге Молится вся община Вот интересная Правила Шурханарух Почему? Чтобы молиться Одновременно Со всеми Хотя ты Находишься В другом месте Потому что Молитва Принимается Нервом Лучше всего Именно в это время Рацион Мишамая Потох Открывается Ворота Молитвы Потому что Община С праведниками Молится И поэтому Лучше молиться Вместе с ними Как видим Рафавья После шахарта Мог пойти домой Вот о чем Маген Авраам Это он пишет И там сказать Сказав Сказать Признести Мусов Признеся Мусов Поесть Принес Мусов И поел Но в синагоге Так делать нельзя Если есть кто Миньян Причем так Это очень важное Правило И это закон Запрещено делать Даже ради учебы Ну что я буду Сейчас ждать всех Они очень медленно Собираются И нет опасности О том Что они будут Так собираться И опаздывать Свои молитвы Я уверен Что будет вовремя Но я сижу Учить талмуд Гемору Видите Передо мной Книжка Открытая Все видят И я сейчас Помолюсь А потом буду Потом Потом буду Учиться Для учебы Так вот нельзя Это делать Открытая книжка Тебе не поможет Так написано Магина Авраам Извините Магина Авраам Это законоучитель И с ним Считаются практически все Дождись Когда соберется Вот этот Минин Он сейчас соберется Они же приходят И по поводу Закона А теперь какой закон У нас был разговор Между Рафавья И между Абая Один упрекал Второго Что Он не пришел Тот сказал Я приболел И надо было бы поесть Но нельзя было есть Почему нельзя было есть Потому что Не едят Перед молитвой Мусов Ну а ты мог бы Помолиться Молитвой Мусов И все было бы в порядке И кушал бы Ел бы все на здоровье Ну и второе положение Запрет Нельзя молиться Перед молитвой Мусов В одиночестве Когда сейчас Придет Минин А каков закон Сейчас мы видали Там есть положение Равуна Равуна Который сказал Что Что запрещено Человеку есть Хоть что-нибудь Прежде чем произведет Молитву Мусов Запрещается есть И Наша Гемара Говорит закон Сейчас она Псак Пусак Пусак Закон В лейт и гилхата И нет закона Лок Рав гуна В лон Краби Ашо Бен леви Не по Раву Гуни Мне только Привели Что Что Было сказано О том Что запрещается Есть до молитвы Мусов О чем Говорится О том Что запрещается Есть до молитвы Мусов Нет такого Закона Вот о чем Гемар И вторая вещь Лоха Общая лоха На тему еды Не идет По мнению Раби Ашо Бен леви А сейчас Мы не говорили Об этом Сейчас скажет Гемара Гемара Объясняет Краб гуна Видите Сейчас было Так сказано Нет такого Закона По Раби Гуны И нет такого Закона По Раби Ашо Бен леви Как Рав гуна Потому что Мы так Сказали Видите Не написаны Слова Нет закона Краб гуна Потому что Уже сказали И нас Гемара Не будет Повторять Второй раз Краб гуна Нет закона В согласии С мнением Раба Гуны Га Де Дамаран Как мы Только что Сказали Видите Абая С ним не согласилась Так не нужно Делать Такого Нет закона То есть Можно Есть Перед Мусфом После Кедуша Я не понимаю Перед Мусфом После Кедуша Можно Есть Ария Порядки Но Хлеба Можно Есть Не больше Кезайта Запомнили Сейчас Загон После Мусфа Перед Мусфом После Кедуша Кедуш делают После После Шага Можно Есть Но Хлеба Не больше Кезайта Чтоб Не Говорить Бирга Дамазан Любые Мизанод Можно Есть Выпечки Из Зерновых И Любое Количество Овощей Фруктов Любое Ну И Пить Можно Пить Не Просто Так Потому что Кедуш Уже Вы Выпили А Можно Лепить Больше Дело В том Что Помоген Авраам Само Питье Рви Это Некоторые Дозы Такой Яйна Вина Это Уже Считается Сеудой А Сеуду Перед Мусфом Не Проводят Поэтому Мнение Что Скалки Души Достаточно И Это Написано В Шульханарухе И Мишнабрура То Что Мы сейчас Сказали Право Гоне Запречено Человеку Ездить Молитвой Мусфов А по Закону Можно Ну Видите Только С Ограничением Почему Ограничения Кстати Идут Да Потому Что У нас Было Написано Лит Ом Пробовать А Распробовать Если Говорят О какой Ограниченности Не Написано Есть Может Честь Запрещается А Пробовать Можно Пробовать Нельзя А Поэтому Можно Есть Но Мало К Раби Ашуа Бен Леви И Нет Законов Согласия С Сам Закон Сейчас Приводится А потом Скажет Такого Закона Нет То есть Есть У него Такое Положение Закон Его Не Принял К Иван Шеф В данном случае Это Когда Наступает Время Произносить Молитву Минха Запрещается Человеку Есть Хоть Что Нибудь Прежде Чем Принесет Молитву Минха Интересно Как Мы С вами В субботу Обычно Приходим Домой Молитвы Минха Нет И Едим Целая Трапеза А Яшов Бен Леви Почему То Сказал Что Когда Наступает Время Молитвы Минха Если Вы Не Поели Или Даже Поели Сейчас Хотите Сделать Новую Сюду А Пришло Время Молитвы Минха Это Шести С Половиной Часов То Все А Сур Лоли Адам Запрещается Ему Человеку Шиит Ом Клюм Что Хоть Что Нибудь Поест Кодом Шиит Молитвы Минха Прежде Чем Помолится Молитву Минху Но Закон Говорит Что Разрешено Есть Доминки В связи С этим Нужно Было Узнать Пробовать Еду На вкус Да Сказано Вот Есть Такое Интересное Мнение Я Сегодня Только Его Узнал Как Готовился Но Не важно Как Готовился К этому Уроку Не Сегодня Праби Ашу Бен Леви Если Человек Приступил К Трапезе До Наступления Времени Минха Как Делаем Мы А Это Разрешается Все Разрешают Сейчас Мы Сказали После Мусофа Пожалуйста Идешь Домой Говоришь Ки Душ И Ешь Тем Не Да Если Приступил К Трапезе Тем Не Менее Все Равно Если Не Закончил Трапезу С Приходом Этого Времени Минха Гдол Называется 6,5 Часов Сяд Они Долго Песни Поют Ему Нельзя Проложать Есть Кто Это Сказал Раби Ашу Бен Леви А наши Мудрецы Приняли Закон Что Можно Спокойно Проводить Трапезу Но Не Опознать Вообще С Минхой Минхой Когда-то Нужно Буду Молиться И Поэтому Тут Было Сказано Что Наш Закон Не По Мнению Раби Гуны Который Запрещает Есть До До Мусфа Можно Есть Ограниченно Правда И Раби Ашу Бен Леви Который Сказал Что Когда Наступает Время Не Просто Сказал Перед Минхой А Когда Наступает Время То Прносить Молитву Минха Ему Нельзя Ничего Есть Даже Пробовать Мы Спокойно С И На этом Мы Заканчиваем Наш Урок А Именно Мы Сейчас С вами Подошли К Мишне С Божьей Помощью На Следующем Уроке Очень Интересная Мишна Мы Будем Познакомиться С ней И Проложим Наше Занятие А я Вам Желаю Всего Хорошего Во Всем И В том Числе И На Поприще Учебы Тора Толмут Тора Всего Хорошего Шалом Шалом